Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим новости, опубликованные директорами, относительно того, когда же владельцы счетов Виста увидят средства со своих счетов на балансе и, главное, когда они смогут эти средства выводить. Итак, в директорском чате опубликовано следующее сообщение. Друзья, всем хорошего, отличного дня! Наш президент и его команда радуют нас новостями. То, что пережила компания, пережили массы компаний. Но между ними и нами есть одна разница. Их нет, а мы поднимаемся из этого пепелища, встаем уверенно на ноги. Ну, о подъеме из пепелища, я думаю, можно будет говорить именно тогда, когда те, у кого были открыты счета Виста, наконец, реально увидят средства на балансе своего счета и эти средства можно будет выводить. Пока вывод работает, но для нас, новых средств, то есть для тех, кто решил вложить новые деньги на новом сайте, и вывод, соответственно, также работает. А вот что касается тех, у кого были открыты счета Виста, а таких, напомню, было примерно 450 тысяч счетов открыто, пока за 5 месяцев они свои балансы не увидели. Но мы этого как раз коснемся, этой новости в этом видео. беспредел, который мы наблюдаем все эти месяцы по отъему компании, потихоньку разворачивается против тех, кто это затеял. Мы единственная компания, которая выжила после того, как прошлись по нам катком. Ну, повторю, о выживании можно будет говорить именно после того, как люди реально увидят цифры на своих счетах, свои балансы, и смогут их выводить. Выжила, потому что наш президент человек слово и дело, потому что у него мощная, надежная, профессиональная команда. Несмотря на то, что многим из них заочно вменили статьи и так далее, они не раскисли, не ретировались, они всегда были на поле боя, поднимая компанию из руин. Компания создала маршрутную карту, по которой она четко следует к цели. А Роман Викторович, несмотря на беспрецедентный прессинг, смог параллельно создать предприятие, создать продукт, и, как мы уже понимаем, продукт, который по надежности не имеет аналогов. Как мы уже понимаем, я вот пока не очень понимаю, в чем эта надежность заключается. Это подарок всем нам за терпение и веру, потому что это лучше, кратно выгоднее условия, учтены все условия безопасности и даже озвучены условия гарантий. Гарантий нет, мы с вами об этом знаем, но президент создал условия, которые дают право об этом говорить. Ну, после того, как люди 5 месяцев не могут ничего вывести со своих счетов, а чтобы зарегистрироваться на новом сайте, надо было вносить новые деньги, то, мягко говоря, слова про какие-то там гарантии звучат неубедительно. Но хорошо. Новости на 27 июля 22 года. Первое. Прогноз доходности акции на июль предполагается порядка 10%. Второе. Примерно в течение двух недель предполагается, что увидим наш зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее. Обратите внимание, что не упоминается название компании, потому что, позвольте вам напомнить, что как юридическое лицо, Гермес Финанс прекратил свое существование 28 июня. То есть, на данный момент юридического лица с названием Гермес не существует. Может быть, они регистрируют новое лицо, я не знаю. Но, по крайней мере, они, так сказали, написали обтекаемый зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее. Ну, хорошо. То есть, повторю, что те люди, которые 5 месяцев уже не видели своих счетов, своих балансов, если это в течение двух недель реально будет реализовано, я думаю, никто не будет против, все будут только за. Баланс, история транзакций и так далее. Возможно, Роману Василенко действительно удалось каким-то образом раздобыть копию той самой базы данных, которая раньше говорили, что доступа к ней нет. Ну, возможно, как говорится, деньги и связи могут решать многие вопросы. Возможно, Роману Василенко удалось ее все-таки раздобыть. Так это или нет, господа, мы узнаем в течение двух недель. Вряд ли стоит ожидать, что владельцы счетов увидят свои балансы именно к 1 августа, но согласно данному пункту в течение двух недель. Как говорится, поживем, увидим. Там у нас еще раз скажу, то есть мы уже потом туда счет Виста мы добавляем, то есть мы туда прикручиваем. То есть сейчас вот эта вот платформа как раз, куда надо занести деньги, прикрутить наши счета, она как раз и создается. Это вот самый сегодня, вот мы вчера, сегодня, это первый шаг, первый шаг. В дальнейшем будем всех клиентов тоже прикручивать уже. А вот следующий пункт, он естественно интересен не меньше. Пункт номер три. Вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного-двух месяцев. Заметьте, что здесь упоминается некое открытие кабинета. Дело в том, что те, кто зарегистрировались на новом сайте, у них уже есть кабинеты. А здесь же упоминается открытие кабинета в течение одного-двух месяцев. То ли имеется в виду, что вообще будут новые кабинеты, отдельные, куда надо будет регистрироваться. То ли на новом сайте будет какой-то раздел именно с этим кабинетом. Не очень понятно, но, как говорится, время покажет. Во всяком случае, звучит фраза, что вывод средств с зеленого счета слово висто старательно избегают, а будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного-двух месяцев. То есть, еще раз вернемся, в пункте 2 говорится, что якобы в течение двух недель появятся именно балансы, история транзакций и так далее, а в течение одного-двух месяцев появится возможность выводить средства. Ну, кто-то может сказать, это опять очередная лапша на уши, очередные сказки про белого бычка, люди и так 5 месяцев уже в ожидании. Ну, собственно, я думаю, уже в течение ближайших двух недель мы должны увидеть, выполняется пункт номер 2 или нет. Пункт номер 4. Вывод средств в первое время будет лимитированным. Приоритетный лимит по выводу средств будет у тех, кто имеет акции. Чем больше акций, тем больше лимит. Градация будет дана позже. Ну, то, что вывод средств будет лимитированным, тут удивляться не приходится, конечно, потому что когда люди на протяжении 5 месяцев не имеют доступа к своим счетам, не то, что выводить не могут, они даже не знают, сколько у них там денег на балансе, поэтому то, что первоначально будет заявлен некий лимит, ну, в принципе, логично. Главное, чтобы вывод в принципе был открыт. И здесь утверждается, что чем больше акций, тем больше лимит. То есть намек на то, что те, кто купил больше акций, у них будут больше лимита. Ну, и также говорится, что градация будет дана позже. То есть, видимо, будет заявлено, допустим, у тебя такое-то количество акций, для тебя лимит такой-то. Если у тебя там больше акций, лимит такой-то. и так далее. Хорошо. То есть, видимо, позднее об этом будет опубликована информация. Пятое. Те клиенты, которые писали заявление в полицию или угрожали своим вышестоящим, список у компаний есть, будут обязаны забрать свои заявления из органов, написать заявление об отсутствии претензий к компании и к партнерам. Конечно, кто-то воспринял данные, данный пункт неоднозначно, что это за как бы такие требования. С другой стороны, я подумал вот о чем. То есть, если люди, которые сейчас прямо настроены решительно против компании, против вышестоящих и написали заявление, если они увидят, что уже в ближайшие две недели действительно у людей появятся кабинеты с балансами счета Виста, то есть, люди реально увидят свои циферки, свои балансы. И в течение одного-двух месяцев, как заявлено, появится возможность с лимитами, конечно, постепенно эти деньги выводить. логика подсказывает, что какое-то количество людей, которые, может быть, даже написали уже заявление в полицию, возможно, передумают. То есть, они увидят, что да, спустя несколько месяцев определенные положительные сдвиги в компании произошли, компания начала таки выполнять свои обязательства, и это дает повод тем, кто писал заявление, свои заявления забрать. Опять же, это, понятное дело, решение каждого. Кто-то, возможно, пойдет на принцип и уже настолько зол на Романа Василенко, на компанию, что просто, даже несмотря на то, что выплаты откроются, будет настроен решительно идти до конца, скажем так, и не будет забирать заявление. Что там произойдет в этом случае, вопрос остается открытым. Но повторю, если люди реально увидят балансы счетов Vista, вот эти цифры, и их реально можно будет выводить, конечно, это будет уже не просто бла-бла-бла, очередные обещалки и очередная лапша на уши, а люди будут реально видеть, что сайт работает, ввод-вывод работает. По факту сайт и сейчас работает, и ввод-вывод работает, но только для тех, кто внес новые деньги, да, а вопрос остается, естественно, со старыми инвесторами. Так вот, если именно старые инвесторы увидят свои балансы в кабинетах и смогут их выводить, конечно, это, ну, для многих будет служить доказательством, что у Романа Василенко слова не расходятся с делами. Не так ли? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Здесь говорится, в противном случае этим клиентам придется забрать свои средства из кассы той организации, куда они жаловались. А куда они жаловались? Они подавали заявление в полицию. А какие, какая касса в полиции? Полиция может только арестовать, ну, правоохранительные органы могут арестовать имущество, например, принадлежащее Роману Василенко недвижимость на территории России. Это имущество может быть продано и из этих средств выплачивать компенсации, скажем так. Поэтому здесь вот этот пункт, пункт номер пять, он такой интересный. То есть, получается, что те клиенты, которые заберут свои заявления из полиции, я так понимаю, они должны будут предоставить в компанию копии. Ну, копии именно подтверждающие или сканы, или какие-то документы, подтверждающие, что они снимают свои претензии. Да? Ну, а если кто-то не захочет снимать свои претензии, то есть, видимо, ему придется также работать с полицией и добиваться компенсации своих потерь. Пункт номер шесть. Количество клиентов, которые приобрели акции, выросло до 180 тысяч человек. Напомню, что согласно собственным данным компании Гермес, было открыто порядка 450 тысяч счетов. И если на новом сайте уже 180 тысяч человек купили акции, это получается примерно треть. То есть, две трети, надо полагать, заняли выжидательную позицию и пока наблюдают, а 180 тысяч человек уже приобрели акции либо полностью, либо частично и так далее. Пункт номер семь. Как мы помним, благодаря профессиональной работе адвокатов, мы выиграли суд по незаконному аресту по его счета. В связи с этим ПК начал возврат паевых средств пайщикам согласно их заявлений. Сумма составляет 750 миллионов рублей. Конечно, это отличная новость для тех пайщиков, которые решили выйти из кооператива, потому что, как мы знаем, последние сообщения от Сергея Крючика или от самого кооператива в телеграм-канале были, мягко говоря, не очень, потому что там заявлено было арестованы счета, арестованы квартиры и так далее. И поэтому те пайщики, которые решили выйти из кооператива и что им будет возвращена сумма 750 миллионов рублей, то, конечно, наверное, для этих пайщиков это весьма радостная новость. Пайщица написала следующее. Всем здравствуйте. Я до этого спрашивала про маткапитал возврат и так далее. Мне только что зачислили возврат паевых по ЖК. Насчет маткапитала завтра узнаю в пенсионном. В течение десяти банковских дней этот вопрос будет закрыт. Сбербанк в один банковский день пропускает не более ста платежек. На перевод от юридического лица к физическому лицу имеется комиссия в 4%. Это условие Сбербанка и на уступки банк не идет. Пайщики получат свои поевые средства за минусом данной комиссии банка. Ну, я думаю, что в сложившихся обстоятельствах уже, я думаю, пайщики будут рады даже с комиссией 4% получить свои средства обратно. Пункт 8. Есть факты незаконного наложения следствием ареста на квартиры, в котором проживают пайщики или уже когда квартиры находятся в собственности. Пайщик из набережных челнов выиграл суд. Арест снят. У кого такая же выпиющая ситуация, необходимо сделать такие же шаги по аналогии. Суд примет сторону пайщика. Прецедент есть? Действуйте. Пункт 9. Выигран арбитражный суд по отстаиванию чести достоинства ПК в чете. Любой человек, пайщик и не пайщик, если видит в интернете, в изданиях и так далее, где ПК называют пирамидой, необходимо проявить гражданскую ответственность и тиражировать данные решения арбитражного суда. То есть написать об этом факте совершения преступления в прокуратуру шаблоны предоставят, где данный факт будет разбираться по статье КОАП Российской Федерации. Наша задача почистить интернет от клеветы и грязи по отношению к ПК и привлечь к ответственности лиц, причастных к клевете. Я собираюсь сделать отдельное видео по данному решению суда, потому что это действительно интересный случай, так что следите за новостями, подписывайтесь на канал. Пункт 11. Сайт ПК открыт. И действительно некоторые уже выложили скриншоты своих кабинетов потребительского кооператива. Правда на некоторых счетах, как видим, все по нулям. По всей видимости это касается тех пайщиков, которые приняли решение выйти из кооператива. В ближайшее время откроется зеленый кабинет. Я так понимаю речь идет о кабинетах, которые раньше назывались Гермес и счетовиста. За ним откроется синий кабинет. Это я так понимаю речь идет про Life is Good. Все поэтапно, друзья. Пункт 12. Президент сказал, что 100% выполнит все обязательства и перед инвесторами, и перед пайщиками. Как вы знаете, его слово закон. Ну, я уже неоднократно высказывал свое мнение, что вообще было бы неплохо, чтобы Роман Василенко записал видео, в котором именно вот это и сказал. Заверил, что ребята, переживать не о чем. То есть, я даю персональные гарантии, что все обязательства будут выполнены. Да, как вы знаете, он периодически выкладывает ролики на своем канале, там, мотивирующие или какие-то коротенькие ролики по бизнесу, но в сложившейся ситуации я считаю этого недостаточно. Опять же, смотрите, кто-то может сказать, этот текст якобы выложил директорами в чате. Повторю, когда выкладывается некий текст, откуда мы знаем, кто его написал. Нам могут сказать, что это лично от Романа Василенко, он вот эту информацию все рассказал директорам. Откуда мы это знаем? Может быть, кто-то с потолка там чего-то насочинял, в наше время, как говорится, в социальных сетях, в мессенджерах элементарно делаются фейки, вбросы и так далее. Поэтому, если бы Роман Василенко записал видео, это было бы более убедительно. Пункт 13. 22 августа, красивая дата, кстати, 22.8.22, состоится вебинар от Андрея Савинса. Тема продажа UTLT под ключ. То есть, я так понимаю, продажа, продвижение новых условий новой компании. Разговор с клиентом от начала до конца. Но, я так понимаю, чтобы консультанты могли реально это продавать, для начала было бы неплохо выполнить обязательства перед старыми участниками. Стоимость данного вебинара 70 евро. Как говорится, что бы там ни происходило, Андрея Свинс в накладе не останется. Свои денежки за обучение он все равно получит. Первые 100 лучших продавцов получат этот вебинар в подарок от президента компании. Пункт 14. В дальнейшем все судебные процессы будут проходить в присутствии аккредитованных журналистов. Ну, видимо, это будет делаться для большей публичности, чтобы все было записано. Мы на финишной прямой, друзья, желаю каждому достойно с человеческим лицом дойти до победы. Все будет хорошо, мы в правильной сильной компании во главе с надежным капитаном. Итак, новости, конечно, хорошие, но главное, чтобы эти новости подкреплялись реальными делами. Повторю, что в пункте 2 утверждается, что уже в ближайшие 2 недели те, у кого были открыты счета ВИСТа, увидят свои балансы, то есть циферки, которые у них были раньше, и согласно пункту 3, в течение 1-2 месяцев будет реализован вывод средств зеленого счета. Ну, видимо, таким образом они обтекаемо называют опять же счет ВИСТа. Некоторые ожидают, что балансы со счета ВИСТа у них появятся в кабинетах буквально 1 августа, но официальной информации о дате 1 августа нигде не было, это были просто предположения разных партнеров и участников, разные рассуждения, и согласно данной информации получается отображение баланса должно появиться в течение ближайших пары недель. Как говорится, поживем, увидим. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой информации, следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, также добавляйтесь в наш телеграм-чат, в котором мы периодически устраиваем созвоны и обмениваемся последней информацией. С вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok